Приветствую вас и ответ на вопрос, который вы задаете, достаточно многоплановый, потому что в нем заключается несколько ваших проблем. Это не только проблемы, которые вы описали, но это еще и проблемы детско-родительских отношений, а проблема воспитания строгости. Проблема в том, что строгое воспитание, по-своей сути, лишает человека необходимого ресурса для реализации своих идей, своих желаний, своих линий. И именно люди, воспитанные строгостью, страдают в большей степени неуверенности в себе, потому что они привыкли, что все решается за них. Ну, собственно, как у вас это и происходит. Это значит, что без проработки детско-родительских отношений вам не обойтись без понимания того, почему родители вас так воспитывали, без разбора того, чего они хотели, без разбора их мотивов, без разбора их желаний, их стремлений. Только через отход от восприятия ваших родителей именно только как родителей, и через понимание их как людей, как личности, как индивидуумов, социальных индивидуумов, через это понимание у вас получится отойти от той модели поведения, которую они вам навязали, с которой они вас воспитали. Дальше. Вы боитесь принимать решения и боитесь нести ответственность. В этом случае мне думается, что нужно работать с вашим страхом ответственности. И работать с ним через понимание того, что, во-первых, ответственность – это то, что всегда есть с вами, то есть это такой некий скрытый ресурс, потенциальный ресурс, который вы реализуете. Второе. Это то, что ответственность можно брать на себя столько, сколько вы реально сможете вынести, то есть нужно понимать границы своих возможностей, понимать свои ограничения, как только вы поймете свои ограничения, вы тут же получите потенциальное решение. Это решение по расширению этих ограничений, по смягчению их наглядно. Но нужно понять границы ваших способностей. Дальше нужно определить, какой уровень нагрузки, какой уровень ответственности вы в силах низки, чтобы постепенно расширять ее, чтобы постепенно увеличивать нагрузку. И дальше ваша нерешительность – заниженная самооценка. Ну, вообще говоря, заниженная самооценка решается путем постановки определенных целей. То есть вам нужно понять, почему вы, как вы говорите вначале, неуверенность в себе, заниженная самооценка – все ваши неуверенности в себе. Неуверенность в себе – это комплекс, это сомнение. Значит, соответственно, вам нужно понять, какие у вас слабые стороны, и их оккупировать. Это не то, что вы описали через ваш страх ответственности. Это не совсем то. Дело в том, что ответственность – это лишь одно из проявлений вашей неуверенности в себе. А она, в свою очередь, идет из детских комплексов, которые, опять-таки, породили у вас, скорее всего, родители. То есть родители своими действиями дали вам ощущение, дали вам понять, что вот вы там что-то можете, а чего-то вы не можете. Нужно отойти от этого субъективного восприятия этих фактов и понять, что родители через вас, на вас, проигрывали свои призывания. Также необходимо проработать ваши отношения к каждому из родителей, то есть и к материи, и к отцу, потому что, ну, вот, определенность у вас есть конфликт внутренний. Также, если вы живете сейчас с ними, то ближайшая цель для вас – это обособление от них, то есть работа над отдельным проживанием, потому что отношения этих людей во многом определяют то, как вы себя ведете. И именно они, возможно, заставляют вас чувствовать себя ребенком, чувствовать себя неуверенно в себе. То есть вы в их присутствии чувствуете себя неуверенно в себе в большей степени, чем могли бы без них. В принципе, вот, если говорить о том, в каком направлении нужно двигаться, чтобы у вас были силы, то, в принципе, можно сказать так. Направление у вас одно – понимание нащупывания ограничений пределов ваших возможностей. Как только человек поймет, что он не модит, у него сразу же появятся возможности по купированию этих ограничений. Как только вы сможете для себя выяснить определенный минимум нагрузки, которой вы можете справляться оптимально, вы сможете нащупать операцию и на основе этой минимальной нагрузки увеличивать свою деятельность до максимальной нагрузки. Но максимальная нагрузка – это не значит, что вы будете работать как-то через силу. Максимальная нагрузка означает, что это верхний порог той нагрузки, с которой вы оптимально справитесь. Оптимально, то есть без существенного ущерба себе и без максимальных усилий. Также отдельным пунктом идет стрессогенность нагрузки. То есть нужно для себя выбирать такие задания, такие задачи, представьте, вы четко понимаете условия, где у вас есть средства по достижению цели, где вы прекрасно видите эти требования, и они вас не страшат. Также мне показалось, что у вас есть элементы простинации, и с ней тоже нужно работать. Это когда человек откладывает на потом дела. Тут имеет место быть волевая регуляция, и с волевой регуляцией тоже нужно работать. Волевую регуляцию нужно тренировать через ряд подходов, через несколько методов. Это метод работы с мотивами, и метод работы с содержанием внимания, то есть содержанием фокуса внимания на том, что нужно делать. Вот, в принципе, и все, что можно сказать вам о этой теме. Дело в том, что, поскольку вы умом и разумом все понимаете, только работа со специалистом, кому-нибудь вам решить вашу проблему, вот так сразу в формате ответ вопрос на ваши просьбы, на ваши потребности, на ваш запрос нельзя дать какой-либо адекватный ответ. Почему? Потому что, что сложившиеся отношения с родителями очень сильно накладывают на вас отпечаток. И сложившиеся модели профессиональной деятельности тоже накладывают на вас отпечаток. А вот если последовательно разбирать с самого начала всю циклочку негативных событий в вашей жизни, можно по-тепередно менять и менять ваше восприятие. То есть, пока вы не имеете четкого понятия о том, что с вами происходит. Ваш комплексы, вот эта вот неуверенная в себе, заниженная сумма оценка, это комплексы. Комплекс – это отсутствие понятия о том, что происходит. Вам нужны истинные понятия. Истинные понятия нужно только получить через анализ признаков. Вы не те признаки берете для образования у себя образов, довольствиями, что с вами происходит. Почему вы берете не те признаки? Потому что у вас эмоциональное переживание, аффект. Аффект объединяет признаки, которые заранее несовместимы. И из-за этого у вас образуются комплексы. Сперва избавляемся от комплексов, парламентного и детскохозяйственного отношения. Потом выстраиваем вашу профессиональную деятельность, уже свободной от страхов и комплексов в сфере. Вот так вам и нужно двигаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.